В связи с возросшей эпидемиологической обстановкой в регионе, ульяновцы стали чаще пользоваться масками. Мы решили узнать, хватает ли индивидуальных средств защиты для населения, а самое главное, по какой цене сегодня можно приобрести маски. Аптечные сети ввели ограничения на продажу медицинских масок в одни руки. В результате ажиотажного спроса это происходит практически в каждом регионе, в том числе и в Ульяновской области. К примеру, в аптечной сети ВИТО сейчас на руки покупателю выдается только одна упаковка масок. Девушка, подскажите, по чем они у вас? 45 рублей, 5 штук. 5 штук, да? А сколько у вас их осталось? У нас достаточное количество пришло сегодня. Сегодня пришло, да? То есть можно купить в любом количестве у вас? Ну, упаковку в руки. Упаковка в руки у вас? Потому что большой спрос сейчас. Съемочная группа канала Улправда ТВ обошла не одну аптеку в разных районах города. В большинстве маски закончились еще пару дней назад. Новую партию уже заказали и ждут со дня на день. До какого числа их можно было купить? Вот свободно они были. Сегодня закончились. Сегодня закончились. А какая цена у них была? Цену не помню, честно говоря. А уже заказали? В месяц по 20 рублей рублей и качественно заказали. Когда можно будет у вас еще приобрести на субботу товар на вас? Высокий спрос на маски подтверждают и сами жители, которые готовы бегать по всему городу и простаивать в очередях, чтобы запастись масками впрок. По телевизору ажиотаж нагоняют на народ, что страшная болезнь пришла, все спасаетесь. Аптеки с этим подняли очень, ну, на много цены. Здесь вот единственная аптека на Гагарина, где по 5 рублей последние нам достались. А также есть аптеки, где продают за 70 рублей 3 штуки. Совершенно другая ситуация складывается в государственных аптеках. Там, по словам провизоров, дешевые маски были и будут, поскольку каждый день пополняется запас. Во всех аптеках Ульянской фармации и в селах, и в самых отдаленных селах с масками проблем нет. У нас, собственно, их и не было. Цена у нас держится одинаковая. Сейчас, наверное, 9 рублей за маску. В общем, перебоев нет. Создан в связи с тем, что такое ажиотаж, на складе Ульянской фармации создан неснижаемый запас. То есть, у нас заканчивается, мы заказываем, нам их привозят. Как результат ажиотажа – рост цен на маски. Причем довольно серьезный в зависимости от качества изделия. Разобраться в этой ситуации помогут в управлении ФАС по Ульяновской области, где уже зафиксировано первое соответствующее обращение. Для того, чтобы сделать вывод о том, что, допустим, имеются какие-либо другие нарушения антимонопольного законодательства, нужно провести колоссальную работу. То есть, собрать информацию о том, где, как менялись цены, насколько они были обоснованными. Специалисты ФАС обязуются проверить все поступившие к ним обращения. Однако, еще раз напоминают населению, что нужно внимательно изучить приобретаемый товар, поскольку колоссально может отличаться цена на маску отечественного и импортного производителя. И задуматься, а так ли нужны маски вообще. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.